Я хочу посчитать вам для начала Шундоровича, но не себя, а папу. Он написал, но я его заставляю писать воспоминания. И, кстати, призываю вас делать со своими родителями то же самое. Их надо заставлять. Надо заставлять, потому что человек сам, ну, как? С одной стороны, это все банально, это все было, и, в общем, ничего выдающегося вроде бы. Но, тем не менее, свидетельство времени, это жутко интересное. Чем больше времени проходит, тем сильнее это свидетельство. Вот на эту тему я, из его всяких воспоминаний, у меня есть такое эссе, которое называется «Сов предсто», вот как раз про осознание своего еврейства и про еврейство именно, я ношу советского, это отцовский опыт. Значит, первое лицо будет означать моего отца в данном случае, потому что это когда я, это значит вот этот объемник. Свою эмоциональную принадлежность я осознал в 12-летнем возрасте. При этом, с 42-го года, в эвакуации под Свердловском, в очереди в школьной столовке, я услышал от стоявшего переди мальчика, обращенный ко мне вопрос «Еврей, что ли?» И подтверждение его гипотезы со стороны товарища «Еврей». Никакой агрессии в их словах не было, чистая любознательность. Мои дети, пишет мой сын, все узнали еще в детском саду, в московском детском саду. Здесь дети дошкольного возраста 60-х оказались более продвинуты в национальном вопросе, чем уральские школьники сороковых. Московские дошколята уже знали, что еврей – это нехорошо. Сережа, мой старший брат, не до конца поверив, что он еврей, спросил у нас с сыном, правда ли это. Мы ответили, что правда. Он не сказал ни слова, но извинился в лице. Витя обладал совсем другим темпераментом. Однажды, вернув из детсада, он тоже задал этот вопрос, а узнав правду, залился слезами. И, долгая ножки, закричал «нет, нет, нет». Отчасти он был прав, хотя, разумеется, не мог этого понимать. Мы были ненастоящими евреями. Я говорил об этом в прошлые разы. Конечно, мы были ненастоящими евреями, что отцовское поколение, что наши. Мои дети с бабушкой переходили на идиш, когда ругались. Чтобы мы переставали их понимать, они переходили на идиш. Поэтому из идиш я знаю только ругательную часть. Последнее, что говорила моя бабушка моему деду перед тем, как ты идти на идиш, это было последнее, что я слышал по-русски. Она говорила, ай, сём, это всегда был троцкистом, она говорила. И после этого уже шёл идиш. Это уже снова отцовские воспоминания. Однажды мой коллега по институту поделился неожиданной привалившей удачей. Его включили в состав группы, которая должна была ехать в зарубежную командировку. Он был озадачен. Он не принимал участие в проекте, которым занималась та группа, и спросил главного инженера проекта, а что надо делать? Да ничего, понимаешь? Ему объяснили, без него группа не проходила для утверждения в министерстве. Ни по членам партии, ни по евреям. Членам партии в группе должно было быть не меньше половины, а евреям не больше трети. А он был и член, и русский, и поэтому. И последний из отцовских. Пожалуй, самым ярким из моих личных впечатлений, связанных с национальностью, вспоминается случай, который произошел в апреле 70-го года. Я лег на операцию в хирургическое отделение 1-го мед. института на пироговке. Накануне операции, как известно, полагается очистить желудок. И вот прихожу в процедуру. На санитарке, все эти просят, женщинам летают. Предлагает мне ложиться на пушетку, наливает воду в сосуд и протягивает мне стеклянный наконечник. Это такая процедура клизмы, в Советском. Я увидел, что наконечник сухой, и попросил смазку у базилина. Уж не еврей, я здесь спросила, тетя Кроша. У нас уж прямо примета. Как начнет требовать, как ему все не так, значит, еврей. Наш, Танурский Иван, без комфа, фразы готовы. Но наконечник смазан. Она оказалась права. Мой сосед по палате Агеев, узнав, что для меня кончик стеклянной трубки, намазывали вазелином во свету. О, она что? А мне прям так садили. И сколько, понимаешь, времени прошло, а я сейчас в жопе, словно палка так живу. О том, что все-таки иногда стоит быть еврей. А это уже мои опыты, это конец восьмидесятых. Жизнь масона Цепировича. Ефим Абрамович Цепирович работал инженером, но среди родных и близких был больше известен как масон. По дороге с работы домой Ефим Абрамович всегда заходил в гастроном. Человеку, желавшему что-нибудь купить. Делать в гастрономе было нечего. Это знали все, включая Ефим Абрамовича. Но каждый вечер он подходил к мясному отделу и спрашивал скучающему детьнушку в халате, а вывески что, опять нет? Он был большой масон, этот Цепирович. Дома он переодевался из чистого в теплое и садился есть то, что ставила на стол жена, Рита Моисеевна, масонка. Рита Моисеевна, она была для внутреннего пользования, а снаружи для конспирации полжизни проходила Театурой Михайловной. Ужинал Ефим Абрамович без водки. Делал он это специально. Водкой масон Цепирович спаивал соседей славянского происхождения. Он специально не покупал водки, чтобы соседям больше досталось. Соседи ничего не подозревали и напивались каждый вечер, как свинь. Он был очень коварный масон. Как жизнь, Фима, спрашивала Фрида Моисеевна, когда глотательные движения мужа переходили от престо к модерату. Что-то называть жизнью интересовался в ответ Ефим Абрамович. Масонка со стажем. Они могли разговаривать вопросами до светлого конца. После ужина Цепирович звонил детям. Дети Цепировича тоже были масонами. Они масонили как могли, но на жизнь им все равно не хватало. Потому что один был студентом, а в ногах у другого уже ползал маленький масончик по имени Гриша, радость дедушке Цепировича и надежда мирового сянец. Иногда и с соседнего подъезда Цепировичем приходил закоренелый масон Гландсман в целях конспирации взявшую материнскую фамилию Кенкерштейна и ушедший вместе с нею в подполье. Гландсман пил Цепировичевый чай и жаловался на институт и пятый пункт своей жены. Жена была украинкой и хотела в Израиль. Цепирович в Израиль не хотел, Гландсман в Израиль не хотел, хотел, чтобы дали спокойно помереть здесь, где фармасонин всю жизнь. Они били чай, и они играли в шахматы. Они любили эту нерусскую игру больше лапты и хороводов. После пары хитромных гамбитов Гландсман Феттельштейнов уболзал в свое семейское гнездо во второй подъезд. А Эдим Абрамович ложился спать, и чтобы лучше спалось в правдечерку с кроссвордом. Если попадалось автор оперы «Демон» «Десять пункт». Цепирович не раздумал. Отгадав пару слов, он откладывал газету и гасил свет над собой и Фриде Моисеевны, умастонившийся за день так, что ноги не держали. Он лежал, как маленькое слово, по горизонтали, но высыпал не сразу, а о чем-то сначала вздыхал. О чем вздыхал он, никто не знал. Ефим Абрамович Цепирович был уже очень пожилым масон и умел вздыхать в России. Ну вот вскоре после этого рассказа, напечатанного в Багонике в 89-м году, ко мне пришла своеобразная слава. Я, поскольку еврейская тема как-то была довольно, ну это был такой первый всплеск, ну свобода пришла не только ногой, но и дурно пахнущей, все как полагается. И мы вместе со свободой, свобода пришла не только к нам, но и, значит, к любителям Холокосту она пришла тоже. Вот. И эта тема возникла, и вот как рефлексия на нее возник мой рассказик. А потом я начал о себе читать, значит, в общем, довольно почетные вещи и приятные. Сегодня я слышал про себя что-то, я говорю, ребята, это все уже... В 90-м году в журнале «Молодая гвардия» я прочитал во множественном числе Шендеровичи продали Россию. Вот, нет. Вы же понимаете, практически вопрос меня очень беспокоит. Потому что, потому что, мне очень с него жил множественное число. Несколько. Потому что, ладно, отец с братом, я еще согласен рассмотреть этот вопрос. Но если все Шендеровичи Наваля, выяснилось с тех пор, как я стал более-менее известен, выяснилось, что это довольно много. И я вижу, что я продал Россию, уже мне и пойдет. Но что-то, видимо, как-то вот до сих пор спроса, видимо, нет большого. И как не могу продать ее? Толкаю, толкаю, все никак. Никого не дуют уже в том состоянии, поддерживаемого, в котором она сейчас, не берут. В 90-м году, я тогда сотрудничал с Геннадием Хазановым, вот, и мы начали сочинять спектакль, который должен был называться монологией у Шлагбаума. Это, значит, в 90-е годы, как вы понимаете, время довольно повального отъезда. Значит, этот самый Шереметьево 2, тогда это называлось этот самый Шлагбаум условный. И люди, не только люди, да, там был монолог циркового тигра, который просил политического убежища. Спрошу, как по-испански будет, я прошу политического убежища. Потому что вернулся в гастроли только что. И теперь знаю, как тигра кормить положено. Оказывается, мясо. Там был монолог самолета, который увозил всех этих людей. Монолог самолета начинал, и зато уже был заканчиваться спектакль, он начинался словами «Все тяжелее отрываться от родной земли». Но пока мы писали этот спектакль, случился 91-й год, август, и все это стало долгошим ретро, флагбаумы все подвелись, и от того, не состоявшегося спектакля, осталось без коммунологов. Парышку прощу. Таможене. «Идут и идут, а?» «Идут и идут, а?» «Нет, вот вроде думаешь, уже все. Нет, а ты с тетками, с птичками, с чемоданами, сколько их, а?» «Как погром, так никого». «Страна большая, вот что я вам скажу, каждого в мирное время не разведишь, в Москве Иванов, в Херсоне всегда ревка, а заглядишь в душу, все же на Херсон. Сумочку открывать, лекарство нельзя. Я вижу, что-то анальдин, гражданка, выезжающая. Я говорю, нельзя, потому что анальдин нужен тем, кто остается жить на родине. Вы плохо переносите самолет, отчего летите? Ах, в эту страну еще хуже переносить. Не будем прервекаться, гражданка, пока я не снял вас с рейса вместе с аптечкой. А у вас, гражданин, что ли? Альбом? Ну почему нельзя? Может, только фотографии выйдите. Откуда я знаю, что это за пруд вкусами? Может, это засекреченный пруд с засекреченным гусем? Что значит родина? Мало ли кто где родился. Я, может, в генштабе родился на карте мира. Вот не поставлю вам штампик и будете смотреть, на сколько пруд с гусем пока не ослеплено. И маму анфас нельзя. В профиль тем более. И кто подтвердит, что это ваша мама? Может, где это швейни-фабрики, которая самолеты выпускает? Кто вам сказал, что вы поклоните? Ничего общего. И папу нельзя. Может, он в ящик? Что значит живой? Это он не выезжал, вот он и живой. А что за этот сточек? На память оценишь. Палка-палка огуречек. Надо было ставить печать у оценщика. И на палках и на огуречек. И сейчас мы с вами пройдем и охотим контрабанду живописи. Вот такой у нас с вами огуречек, получается, гражданин выезжающий. И не надо погровеять, надо внимательно читать декларацию. Что вы читаете? Окун. Прав человек. Что вы будете на зоне читать начальнику конгоя после работы. А на вашу историческую родину притят вот эти все, которые лезут в режимную зону, хотя и русские, но все как сказано. Здесь хранится. Эй, барьера. Русский язык, что, понимаете? А у вас, гражданин, где речь? Как это все? А вот это с визой? И ботинки фабрики с крахом? Хотите, ноете, скорее всего. Как в амире? Ра? Коганка цемеленпой? Через черночек. Как вы жили тут с тобой, в амире? Проходите, скорее всего. А вы чемодан открывайте, гражданин, вещи вынимайте, блядь отдавайте сразу. Это импорт, крестик снимайте, это народное бесхояль. И зачем вам там крестик, а? Откуда столько барахла? Нафиг. Наживают грыжу с геморроя. Вам, дай боль, всю Россию везде. Не дадим. Что можно? Подушку смотаться, можно матрешку. На память о перестройке. Все. А канарик будет просвечен. Я, гражданин выезжающий, вообще никогда не шучу. Будем просвечивать канарейку и резать ее вдоль. Потому что в ней может быть контрабанда. Камешки, металлодрагоценные иконы. Я вижу, что это канарейка, а не кашаловая. Вышел на птицах, мы сейчас посмотрим. Мы все посмотрим. Но торопиться некуда. Мы тут подрок жизни стоим. А то они все туда, а я стоил по уши в правовом государстве. И сюсюкайся с ними. Да, конечно, не уедут. Но и плакают. Ну, тут взлетно-посадочную полосу целовать. Я, может, для того и стою тут. А сладость вам и советую. Чтобы они уехали счастливыми от того, что уехали. Чтобы до конца дней своих вздрагивали на своей исторической стороне, вспоминая настоящую. Сыночка. Сыночка, как только приедешь на место, сразу напиши открытки я положила вниз в чемодан. Знаешь, этот город, куда ты летишь, я все время забываю Даниил. Значит, это очень большой город. Ты сразу купи карту и отметь кружочком, где будешь жить, чтобы не заблудить. Я знаю, как ты ориентируешься. Как Иван Сусанин и ориентируешься. Он потерялся на Красной площади, когда его принимали в фиолет. Когда его подобрали милиционерам на чистых прудах, он еще искал новзолей. Я думал, я сойду с ума, когда они привели себя в собляках, в красном баке. Он плакал, что не увидел Дедушку Ленин. Ну, правильно плакал. Все, которые его тогда увидели, все поняли сразу. Кстати, ты же все время думаешь о своем, и с тобой все время поэтому что-нибудь случается. Так вот там есть океан, ты купайся, но осторож. Что ты машешь руками? Ты плаваешь, как твой отец. Он, наверное, давно утонул где-нибудь. Или в лагере, он чуть не загребнулся в блюдечке с чаем. А тут океан, и я должна быть с тобой. Кстати, чуть не забыла. Ты помнишь Розу Львову без второго подъезда? Ну, слушай, ну, у нее был взят, но ты его помнишь? Когда в 75-м хранили зелик, он взял у тебя трешку до вторника. Ты, так я узнал, он не отдает, потому что давно уехал. Там же где конверты, ему адрес обязательный, ему напиши, он даст тебе много хороших советов. «Не машины меня руками, а слушай!» Там ужасные безработицы. Но такие опытные инженеры по технике безопасности. Это не встану из них. Только я тебя умоляю, не ходи вечером пешком, там это очень... «Не машины меня руками, а слушай!» Во-первых, в Америке много наркоманов, а во-вторых нет. Я очень уважаю ее. За их борьбу, за их права. Но они тоже не любят и верят. И вот, что тебе хочу сказать. Среди капиталистов бывают очень разные люди. «Не машины меня руками, а слушай!» Бывают такие, которые ради сверхприбы не пожалеют человека. Только не перенапрягайся. Ты хорошо ешь и чаще бывай на свете. Что ты смеешься? Ну ты же у меня как природа. Осенью желтой, весной зеленой. А во мне не волнуйся. Все, что у меня надо, у меня есть, молоко будет приносить Люся. И не уговаривай меня. Ты же знаешь, я решил посмотреть, что льду закончится. Нет, ну они же обещают. Они же не могут снова обмануть. Люди перестанут и верить. Как только придет социализм с человеческим лицом, я тебе сразу не пишу. Ты не машина меня руками. Когда ты машешь меня руками, у тебя лицо вокруг того социализма, что сейчас. И что, я забыл, в этом Нью-Йорке есть биржи, так ты на них не ходи. Они там носятся, как угорелые, тебя затопчут насмерть. Это я тебе как мать говорю. И не играй в азар. Что ты с ним? Ну ты проиграл сегодня у дурака 100 рублей или не проиграл? Ты этот мерзавец давно там. Он же не дождется твоего пьезда. Ты опять ему все проиграешь, а со стороны он пропьешь. Молчи! Молчи! Ты даже не знаешь, сколько людей сбивается при капитализме. Мне Фира рассказывала, она сама видела в программе время. Что ты опять машешь руками? Поцепли уже не долго осталось. Будешь махать руками на ту статую, которая там стоит. Я знаю, что она молчит. А что она может тебе сказать? Городые совершенно посторонние человеки. Что уже пора, но иди. Хорошо, что ты тише аэрофлотова. Это так надежно. Подождите, я тебя поцелую. Кстати, ты помнишь, что там стоит? Можно я попрошу этого молодого человека, чтобы он ничего не искал у тебя в чумограмме. Ну, он же все равно ничего не найдет, ты потом не сможешь как следует сложиться. Ну, не надо, как не надо. Не кричи на меня. Не кричи. Прощай. То есть, конечно, до свидания, сыночка, конечно. Иди. Стой. Но только я тебе попрошу. Если будет плохо с деньгами, ты не стесняйся. С вами. Издание в странстве. Hi. Чего? Привет, это я. It's me. It's кто? Ну как же, у меня жил тут на просьбе. Ну, а-да-да-да, вспоминаю, вспоминаю. Ну, как бы, я тут не был столько лет. Мы помаленьку. У вас тут такие перемены. У нас. Всего не жил. Марк! Марк! Говорят, у нас перемены. Голос из кухни. Пускай идет такой-то мафель. Вот видите, все по-прежнему. Ну как же? Ну, а путь, а СНГ? А вот это вот? А-а-а. Так это у них. А у нас? Ну, даже, что у нас не знают. Ну, вот Петик и жилился. Жилился Петик? Поздравляю. Спасибо. Он уже развелся. Что еще? Коганы вернулись. Вернулись коганы и снова уехали. Вот Петрачкова, Иван Борисовича, помните? Петрачкова, конечно, умер. Петрачков. О, Господи. Да чего там, о, Господи? Реанимировали. Так что, ничего. Знаете, мы только вам ничего не изменилось. Вот вы приезжайте к нам лет так через... Простите, а вы где живете? Я в Сан-Франциско. Вот и живите. Если что-нибудь изменится, я вам сообщу по факсу. У вас есть факс. Если что-нибудь изменится, будет. Стена. Страдая от жары, Маргулис предъявил офицерную безопасность и полиэтиленовый пакет с надписью «Вальвара», прикрыл лысеющее темя картонным кружком и прошел к стене. У стены, опустив головы в книге, стояли евреи в черных шляпах. Собственно, Маргулис и сам был евреем. Но здесь, в Иерусалиме, выяснилось, что евреи, как золото, бывают разной пробой. Те, которые стояли в шляпах лицом к стене, были эталонными евреями. И то, что у Маргулиса было национальностью, у них было профессией. Они безугодительно блестели похожим солнцем, а в стране, откуда приехал Маргулис, словом евреи, грозили друг друга дети. Дегустируя торжественный момент встречи со стеной, он застыл и прислушался к себе. Ему хотелось получше запомнить свои мысли при первой встрече. И это оказалось несложным. Сначала пришла мысль о стакане холодного компота, потом о прохладном душе на квартире у тетки, где он остановился постой. Потом он увидел стоящего где-то далеко внизу, у какой-то стены, дурака с пакетом Мальбора в руке и картонным кружком на пропеченной башке и понял, что это он сам. Потом наступил провал, потому что Маргулис так и перегрелся. Из ступора его вывел, принек в кипе и с лицом интернатского захода. Ручка есть? Потерев Маргулиса за локоть, спросил принек, а то моя сдохла и помахала тушным мариве пустым стержнем. В другой руке у паренька было зажато адресованное лично Господу заявление на пять страниц. Никогда ответил Маргулис. Нет, ручки не поверил принек. Маргулис виноват, пожалуй, чем. А что пришел? Маргулис не сразу нашелся, что ответить. Так, сказал он. Постоять. Хули стоять, удивился, пирог. Писать, писать! Он ловко уцепил за пиццем, проходившего мимо дядьков, и с криком «Хэр ю э пэн» исчез с глаз. Маргулис обглядел «Хэр». Вокруг действительно писали. Писали с таким азертом, какой народ не Маргулис видел только удиосов спортлофток за день для тиража. Писали все, кроме тех, которые стояли гусны в шляпах. Их заявление Господь принимал гусной формы. Маргулис нашел плачок бумаги и огляделся. В лотке, у лотка, в нише, стоял старенький иудей с располагающим лицом московского инцидента. Маргулис, чей спекшийся мозг уже не был способен на многое, попросил ручку жестами. Старичок, кто прожил его, припрыл глаза и спросил, вы евреи? Маргулис стукнул этот вопрос. Он понимал даже наявить. Мама еврейка, уточнил старичок, видимо, боем ручки не выдавались. Маргулис снова кивнул и помахал в воздухе с роман перед горст пальцами. Старичок кто-то крикнул и перед Маргулисом вылез светобороны стария с горелевского роста. Маргулис посмотрел ему в руки, но черпишущего там не обнаружил. Еврей спросил светобороны. Маргулис подумал, что бредит. Ес, сказал он, уже не надеясь на жесты. Мама еврейка, уточнил светобороны. Ес, крикнул Маргулис. Ничего более не говоря, светобороны схватил Маргулиса на левую руку и сноровиста обмотал ее черным репешком. Рука сразу обнилась. Маргулис понял, что попался. Устраивать скандал на глазах у Господа было не в его силах. Покончив с рукой, седобородый Бармача, примотала голове Маргулиса спадающую картовку, при этом на лбу у несчастного оказалась кожаная шишка, эдакий пробивающийся рог мудрости, линза часовщика, которую забыли вставить стекло. Через минуту взнужденный Маргулис стоял лицом к стене и закрытыми глазами повторял заседобородовые слова, смысла которых не понимал. Последний раз такое случилось с ним в 65-м году, когда Маргулис, даже не спросив про мать, приедет пенгер. Все, спросил он, когда с текстом было покончено. All right отмечается на бородой five dollars. Маргулис запротестовал. Окей, тут. С облегчением отдав два доллара, Маргулис быстро размотал упряжь, брезвиво сбросил ее в лоток к маленькому и уфею и отбежал проще. Он знал, что людей с располагающими лицами надо обходить за версту. Он в исторической ровне расслабился. По стоях он вынул из пакета флягу и прополоскал его тепловатой водой. С плевых полонилок и Маргулис с отвращением воду проглотил. Что я хотел, подумал он морща натертый лоб. Ах, так. Ручку ему дал паломник из Бухары, лицо напоминавшее виноград, уже становящееся изюмом. Я быстро помещал Маргулис «Бери за всем!» Засмеялся Бухарец и двумя руками стал утрамбовывать свое письмо в стену. Ручка была не нужна ему больше. Маргулис присел на корточке, пристроил листок на пакете с ковбоем и написал «Господи!» Задумался, открыл скобки и приписал «Если ты есть!» Рука ныла, плод судел, картонный кружок спадал с непрерывно лыселющего темени. Маргулис предплечьем вытер плод салба и заспел ума. У Всевышнего, о существовании которого он думал в последнее время со всем возрастающей тревогой, Маргулис хотел попросить нескольких простых вещей, касавшихся в основном невмешательства в его жизнь. Прожив больше полусотни лет в стране, где нельзя было поручиться даже за физические законы, Маргулис очень не любил изменения. Перестановка мебели в единственной комнате, сделанной его растеником, перспектива ремонта наивала мысль о суициде, добровольные изменения вида из окон, привычек и гражданства были исключены абсолютно. Закончил письмо, Маргулис перечитал написанное, вделал источник запятую и прибавил слово «пожалуйста». Потом перечитал еще раз, мысленно перекрестился и, подойдя к стене, затолкал обрывок бумаги под кусок давно застывшего расхода. музыка в эфире рассказывал написан в 94-м году. Леня Фишман играл на трубе, он играл в бурском туалете родной школы посреди девятой пятилетки, сидя наутыканном бычками подоконнике, прислонившись к раме тусклого окна. На наглые джазовые синкопы к дверям туалета сбегались учительницы и сирическими голосами они звали учителя труда Степана. Учитель труда Степана приходил в туалет и отнимал у Фишмана трубу и отводил его к директорисе. И полчаса потом Фишман вгивал головой, осторожно вытряхивая из ушей директорисные слова. А в ушах продолжало звенеть и звиваться тугими солнечными изгибами волшебной мелодии. Дай слово, что я никогда больше не услышу этого твоего как его, говорил из-за директорис. Сент-Уи-Плиц, отвечал Фишман. Вот именно, честное слово, наутро из мужского туалета неслись звуки марша, когда святые идут в рак. Леня умел держать слово. Наутро, на третий день, учитель Трута Степанов, придя, как всегда, в туалет, как всегда за тугой, увидел, рядом с дурячим Фишманом, Васю Кузякина из 10-го В. Вася сидел на подоконнике и одной рукой выступивая по коленке, другой вызванивал вилкой по переговору в стакан. Куда-куда-куда-куда, закрыв глаза выдывал Фишман, труду-куда, пзденек отвечал Кузяк. Куда-куда, бела труба Фишмана, туду-туду-пзденек звенел в стакан Кузяк. Куда-куда, туду-туду-туду-пзденек, туду-туду-пзденек, туду-туду-пзденек, не найдя, что на это возразить. Учитель Трута захлебнулся слюдом. Из школы их выгоняли вдвоем. Фишман уносил трубу, а Кузякин стакан и юг. Учитель Трута Степан ждал музыкантов у дверей для прощального напуска. «Да туделись!» спросил он в ответ Лёня, дунул учителю вор. «Ты кончишь тюрьмой, Фишман!» крикнул в удаляющуюся спину учитель Трута Степан. Слово Фишман прозвучало почему-то еще оскорбительнее, чем слово «Тюрьма!» Учитель Трута не угадал. С Тюрьмы Фишман начал. В тот же вечер тема марша, когда святые идут в рай, неслась из подвала дома номер 10 по 6-й сантехнической улице ни один из жильцов дома не позвонил в филармон. В медицину позвонили пятеро. За музыкантами приехали дали минуту на сборы предупредили, что в противном случае обломают руки и ноги. Сила есть, ума не надо вздохнуть, согласился Фишман. В подтверждении это нехитрая мысль. С фингалом под глазом он сидел на приличной лавочке в отделении милиции и отвечал на простые как жизнь вопросы лейтенанта Зобова. В домах сообщение о примоте было воспринято по-разному. Папа Фишман позвонил в милицию и, представившись, осведомился, по какой причине был задержан вместе с товарищем его сын Леонид. выслушал от ответа Папа Фишман уведомил начальника отделения, что задержание противозаконно. А мама Кузякина молча оттерла передней к руку и вылепила сыну по шее тяжелой влажной отготовки ладони. Этот удар благословил Васю на начало трудового пути учеником припаде. Впрочем, трудиться на этом коприще Кузякин пришлось недолго, поэтому он так и не успел избавиться от трудной привычки барабанить клиенту пальцами по голове. А по вечерам они устраивали себе новый Орлеан в клубе санопедемстанции, где Фишман подрелился мыть полы и поливать карпус фикусом. Куда-тук-та выдувал Фишман закрыт глаза. Ту-ту-тук-тук с деньг отвечал Кузякин на утро после разрыва. Он вернул буфет родной школы саканавил, а взамен утянул из познания Совета Трушины два пионерских барабана. А со двора взял цинковый лист ржавый чай. Из всего этого изготовил в клубе санопедемстанции ударную установку Новухау. А Релансниев по хозяйству оплатит инструмент и вдохновенно истекая ботом булков на контрабасе огромный толстяк по имени Тодик. Тодика Фишман окопал в пузучилище, где Тодика пытались в физике образовывалась пустота. В конце трапезы Лёг запускал обрызгом в окно вечернюю тьму, где вместе с другими строителями социализма гремел костями рассохшейся доски одного отдельно взятого стола учитель труда Степан. Две недели он делал это под звуки фишморской трубы, а в начале третьей недели тема марша, когда святые идут в рай, все-таки пробило учительский череп. Он выскочил из-за доминошки на столах и, руша кости, понесся в клуб. Дверь в клуб была предусмотрительно закрыта на ножку скула. Благодаря чему фишман компания смогли еще дважды исполнить учителю на бис. Марш, когда святые идут сверепая правота обуяла учителя Брута Степанова. Тигром людоедом он залег в засаду во двери клуба. Но застарелая привычка отбирать у фишмора трубу сыграла с ним злую шутку. Едва выскочит от темноты он вцепился в инструмент как хорошо крепший при контрабасе Довик молча ударил ему кулаком по голове. Видимо Степанову досталось по идеологическому участку бозы. Потому что наутро он накляну на всех краях чуть ли не цикапат. Слушайте рассказ написан напоминаю в 94-м году. Вот как это правда сейчас хорошо звучит. Слушайте в то историческое время партия была всего одна. Но такая большая что даже беспартийные не знали куда от нее деться. Через неделю фишман Додин и Кузякин вылетели из клуба сану прям в станции как пули из навесного ствола. С тех пор прошло три пятилетки и десять лет жизни без руля и три. Теперь в бывшем клубе санэпидемстанции казино с репетитором. Без пикуса, но под охраной. В школе откуда выгнали фишмана с Кузякиным, сняли портрет прежнего, повесили портрет Горбачева, сняли портрет Горбачева, повесили прежнего. Единствен сняли портрет лейтенанцов оформлявший им привод стал майором Собору, а больше в его жизни ничего не произошло. Вася Кузякин чинит телевизор, он чистит байки и разбирает блоги и заменяет кинескопы, а после работы смотрит футбол. Но как-то вечером в Лондоне в концертном фраке выходит на сцену Леня Фишман и поднимает к стопитам сияющий раструб своей трубы, куда бы тут так? Вася вскакивает с одиночек, кто тут труб сидит? Кузякин ты опять? Шокотом включили, можно атаку, раз будешь лейтарки, Вася? Да-да, рассеянно отвечает Кузякин, а в это время в Канаде среди бела дня отцепеневает у своей динцоколонки дофиг, и клиенты бешено давят на клаксоны, призывая его перестать бумкой с губами, открыть глаза и начать работу. Сволочь, бормотник, проснулся из спальной рощи, пенсионер Степан опять приснился. Немножко вернемся на родину. Это самый голубь, да, в еврейской терминологии. Евролемонт. Процесс гражданского восстановления в бригаде Сранятникова Бутовский начал наблюдать в августе 91-го года сразу после падения тоталитаризма. Тоталитаризм пал во вторник, а в среду с утра, когда Бутовский пришел в свою новую квартиру, чтобы проведать ход ремонта, Сранятников был уже немного просветленный. Он сидел с пуском маринованной селити в руке, прислонившись к стенке, обозранной еще накануне, рядом на обрывке новых обоев были разложены резаные колбаса, хлеб и огурочки. С победой приятел хозяина квартиры бригадир и опустил в рот селити. Петя вынул из руки дополнительный стакан и налил всем по пять сантиметров. Спасибо, сказал «Будовский» и выпил, чтобы не обижать победивший народ. Петя сразу налил еще по пять сантиметров. Они выпили за Ельцина, за Горбачева, за Бурбульсом. Выпивая за Бурбульсом, Сранятников задел ногой банку с Алифой, она вывелась на паркет и сразу нашла пахнуть. Сранятников предложил тост за будущее России. Дети позвонили. Петя пошел открывать, вступил в Алифу и в коридоре внятно отпечатались стрелевые ботинки, как будто какой-то великан упрыгал отсюда на одной ноге. Вернулся Петя со здоровенным детиной, войдя Алисина задел башкой лампочку, свисавшую на шнуре. Лампочка выпала из патрона и разбилась в мелкие дрейбости. Генович представил длинного срамятника «Заклеем ходи». Клея не отдал Генович и поставил на стол 0,7 красного. Петя из ГБСУ и 4 стакана. Ну, сказал Срамятников и строго посмотрел на Гутовского за свободу. Выбив Гутовский тактичный то есть пальцы достал из банки седя. Съел его и посидел для плечи и секунд 10 поднялся. Ну, вы тут давайте попросил он. На что Срамятников поднял жатый в рот фронт кулак. Гарантирую, что они тут тадут. Когда Гутовский пришел провязать ход ремонта через неделю, в его квартире многое изменилось. Обои были стопы накачательны, в комнате лежала горка и плитусная доска, а из бульонной костюльки торчала окаменевший шпатель. Несмотря на эти несомненные отличия, Гутовский испытал неприятные для психики чувства, которые французы называют Дежавю. Мастера сидели в тех же позах, в каких он оставил в прошлой эфере. Здорово, сказал Сранятников. Генридж подобил таблетку, Петя достал четвертый стакан, дунул его отработанным движением на пульках пять сантиметров. Подобитом Петя можно было проверять ненейки. Ну, сказал Сранятников за Богородницу. И потом скипой, что вслед за гражданским сознанием пригад пройдет на великое число. Пока он обдумывал важность этого факта для судов России, рабочие не меняемые застыны ответили день знаний, емкий пур и годовщину Великого Октября. А потом выпал снег. На складах не было разбора, в магазинах карпель, нигде в природе. Ни было того неведомых хреновина пиры 16, без которого никак. Больше по-примечке, чем в желании изменить что-либо в этом праздничном мире, Утомский зашел поздравить мастеров с католическим Рождеством. Из-за станок в той степени святости, когда дела еще не светятся, но глаза уже видят что-то свое. Петя и Генович отдыхали от реальности в комнате. Соромянников лежал на кухне. Он лежал как мыслящий, но сильно изломанный жизнью тростник и копил силы для встречи нового года. Ветал яркий свет. Квартира Бутовского простиралась как мир на третий день творения, когда твердь и вода по отдельности уже были, но жизнь ее еще не так. «Эй!» не смело позвал его. Никто не отхлит и вдруг со страшной ясностью Бутовский понял, что гораздо прежде конца этого ремонта его потесут из какой-нибудь съемной квартиры вперед ногами. «Эй!» высказал ответа не было и Бутовский почувствовал, как неотвратимо наполняет его правильная отвага. Он шагнул вперед и, продолжая поражаться своей крабрости, тихонько потряс Стромятникова за причем. Человек, трогающий руками другого человека, после того, как тот одновременно ответил день Конституции хамлук и католическое Рождество, такой человек заслуживает смерти. Но физическое здоровье необходимо для убийства утромятникова вот здесь с собой не было. И он только легнул врага ногой, сгревая ногами стеклотару, Бутовский отлетел к двери, ударился головой о косяк и тут же оказался как будто старинным умением, похожим на язву поляр. Сквозь осенний педел из усадьба, в респект в неделе пичуги, а сам поигрывая лазонь стоял возле конюшни. На конюшни дворовой привязывая к козлу с ромятникова печи и денежки. Откуда-то пахло белилами ацетоном. Бутовский не понимал, что за праздник стоит на дворе, но всем сердцем чувствовал радость от прихода именно этого праздника. «Погласне в судьбаре!» останался ромянником, поворачивая скользовую безвую волну. «Истинный крест ко дню советской рамы закончен! Шпатер не был барин!» «Николян, ну зачем это?» нежно щепетала жена Бутовского. Она стояла неподалеку, опасливо косясь в сторону конюшни, в сторону дублёров, кожных, готовых к лазе задниц. «Ступай, милая, ступай!» отвечал Бутовский и, подходя к лежачему спрашивал со сладким забиранием сердца. «Значит, шпатер не было!» «Погласен, что тебе барин?» противно гугнил растянутый. «А!» «Вот тебе шпатер!» приковаривал Бутовский и свящал Азой. «Вот тебе советская армия!» «Вот тебе рождество клана церкви!» «Вот тебе курпан байрам с яблочной спаса!» «А!» на грех «Негодяя прибежали где толстой Антон Чехов и Владимир Королев и на их глазах Бутовский аккуратнейшим образом выбор выбор с армянником Петя и Дерычем. Причем в процессе с армянником аралом Дерыч с вами на поле четыреха Успенского А Петя продолжал сделать по пять сантиметров Бутовский устал махать глазовой пошел на веранку лег и тут же провалился в сон ему приснилось что он лежит в какой-то покорежной квартире на полу возле горы Бритуса в непонятно каком году с гудящей головой над ним сломился силый отбязвого мужика помятый и не коротый «Эр-командир сказал «Срамят ему живой?» «Да!» не слишком уверенно ответил снизу Бутовский «Мы тут немного отдыхаем» пояснил Срамятников не переставая сниться «Но ты главный мисток хозяин все будет путем и что вы скажете на это господа?» спросил дед полсту и отхлебнул из чашечки свежего «Насчет чего?» уточнил королевка «Да насчет розы!» «Что тут говорите?» «Да, и что пожал ключами королевка и отломал кусочек печенья «Дипст!» «Хозярчина» «Позвон, конечно» заметил Чехов «Но знаете я бы их тоже не поролю» «А вы?» Лев Толстой ответил «Я бы вообще не хочу пить» «Как погибают замыслы со взмахом начальнища «Успех» я в первой жизни немножечко театральный человек и там занимался в студии Олега Табакова по молодости лет и потом преподавал в Китисе и какое-то время прошло при театре и это написано ну это почти что капустик но я подумал прочитал недавно этот рассказ перечитал и подумал что в 30-летнем перестройке а оно случилось в прошлом году в 30-летнем перестройке вот так погибают замыслы со взмахом это не может быть степи описание спектакля это очень хороший спектакль очень я не буду голословным есть факт когда в первом акте герой встречал возлюбленных город должен был исчезнуть на глазах опрессионного зрителя и тут же наступала ночь если бы штангет выдерживал путь декорация колосники были на метр выше а то купил лапы вы бы увидели это чудо своими глазами а сцена признание молодые взявшись за руки отрываются от земли и летят над крышами гордо как влюбленные на полотна шага все кому случилось читать режиссерскую разработку этой сцены платы были специально куплены лонжи и приглашал пенера сцены на репетиции даже удалось оторвать народную артисту капусту на пол она езжала с полуметри от земли пять минут пока лонжи не отцепили от штангета сходство этой картины с разгрузкой синоматов в Керченском порту вынудило режиссера несколько изменить видний эпизод в окончательной редакции герои никуда не летают а ходят за вперед от пульс и по очереди сквозь зубы говорят я тебя люблю вообще-то не должны объясняться стихами но песня Кавдюхин упорно работая поэтической строкой запил в последний момент запит Морошкина нашла несколько подходящих по размеру стихотворений в сборнике поэта сева колькарей молодежи 50 пересеет на русский успех безукоризненным было художественное воплощение сцены разлуг большой поворотный круг символизируя неодолимый рок увозил заслуженного артиста рейтинга народной артистке капусты подвертания последнего к сожалению плавного вращения механизма не удалось на втором прогоне на восьмом рывке заслуженного артиста стошнило с каковых гор весь второй акт включает сцену прощания он играет сидя шар причем когда большой поворотный друг стеркивает его со сцены народная артиста капустына не рыхает азболт на хохо Что несколько снижает Только впечатления А сцена разлуг Но все искупает вина В губке в полузьме храма Где лечаются герои Нашедшие друг друга на свою голову Загорается свеча За ней другая свеча Третья сотня огней Вода во море Родные капустины Допущенные на прогонку Устроили овацию Билетершины дали в голос Мальтировщики отставили стаканы И пошли сновидеть, что происходит в театре А свечи все загорались Когда на премьере Пожарный Залился этот чертой мать Критика была бы кстати Режиссер хотел наложить на себя руки Но ограничился заведующей постановочной частью Главным бухгалтером Забыто морожкиной Подбежавшей И кстати со своими поздравлениями Я считаю правильно Ну что ограничился Ну что в самом деле Так уж Не ограничился Мне не воплотилось То, что проигретилось Но обломало жизнь Дрогами часа Мы не мы первые Мы не мы последние Нормально если бы Спасибо И напоследок Напоследок Это отчасти получилось Как я писал В разные годы Совершенно про разное Но про это вот Да? Про встречу с реальностью Так вот Длинное лирическое стихотворение Которое называется Баллада об Абхаду Когда услышал Слово Абхаду Впервые в детстве Нет Когда прочел Его наверное Новый химин Гуэ Или Ремака Или Манрида Уже не помню В общем С тех вот год Я представлял Тропическую си И пальмы Над длинным океаном И девушку В шезлонге И семья У загорелых ног Лениво И неторопливо Пьющего Которого А может Криватоз Я представлял У кровь Его Немысливая Свет И черно-белого Официанта Несущего Зачащийся Продукт Экватора Нарезанный На дольки Нежнейший Бесподробный С тех пор Прошло полжизни Хэм забыт Кальватоз Заказался просто Бог На яблоко Обычный Самоголь Продел Что я вообще Молчу Но Абукат Бог Абукат Не потерял Таистнейшей Власти Над бедной Обманутой Душой И в самом деле Заш циничный Век Когда разъеден Скепсисом Рассудок Когда мамоны Души Смущены Потерян Смыслом Рут Ориентиры Души Души Хоть что-то Наконец Нетронутая Варварскую Цель И вот Вчера Я увидал Его В Смоленском Гостанове Он лежал Не трогал По 10 тысяч Штуков Но что же Деньги Только тлен И я Кубил Заветный Абукат Нежнейший Фрукт И с места Несмотря Обтер его И сверху Какая Газ Спасибо вам Спасибо А вот Крыль Клянь Вперед Спасибо Ну ладно Еще Еще Счетку Снимаем Да Я просто У вас Удоверят Очень строгая Дисциплина Мы сказали Прости И вы Славится Дисциплиной Давайте Счетку Прошли Одного Три Четыре Три Три Уже Ну хорошо Давайте тогда Для надежности Я прочту Я пишу Сапу Све стихи Так надежнее Пару меня Строгом Обещал Вместе С Майковским Меньше Не имелось Смыска Вкрыли Воскребу Хайвей Мостов Вдали От пейзака Московского Увидел Я Негра Преклонных Годов Похожего На Маяков Забившим Забивший Преклонных В 2000 Годов Без ягодов Уже Было Прощай Свободная Россия Наследственность Не избыть Опять Мунтиры Голубые Нас Лучат Родину Любить И в день Стошнит Еще Три раза Пока Они Выгонят Зажей От этих Севидящих Глаз От этих Слышащих Уже Поезд Третий Последний Поезд По Обеспеченный Многими Нитурами Подточенный Едет Сексуально Озабоченный Рядом Сексуально Озабоченный Морью Срока Застоев Проченный Мимо Дач Заборов Заколоченных Едет Социально Околпаченный Едет Он Психически Развенчанный Мимо Покустанков Запорошенных Мимо Деревейник Обезличенных Снегом Поналичники Обложенных Он Глядит Ментально Озадаченный Родной Ассортимент Заученный Сей пейзаж Метрически Ухарченный И алкоголически Умученный Рядом Композиция Порочная Парочка Прыщавая Порочная Племя Мля Младой Незнакомая Спрятанная Как за Глубомою Трое Политически Просроченных Марксом Навсегда Перелопаченных Четверо Пургоев Обесточенных Пятеро В тоску Законопаченных Отделения Лысых Необученных Роты Битых батальон Иссученных Парни Аморально Изувеченных Едет В заборах Заколюченных Это наша Родина Ребят На стекле Ладошкой Оладушку Дырочка Достаточно Проталена Чтоб увидеть Это не Италия Это вам Не Гринвич Незалеченный Это все Родное Настоящее Пей товарищ Сколько Хватит печени Все равно Родимые Ляжем В качике Ну вон в рамах Ел Лесо Кубейка Это виновата Все Америка Елены Широты Калорийные И налившие Зелки Диаприны Над своей Жизнью Раскираченный Плачет Социально Охолпаченный Плачет Голос Внуки Перепочит Жалуются Смех Своих Насиженных Религионы Битых И просроченных Нелюбимых На судьбу Обиженных Лишь один Диспансером Немеченный Целеустремленный И всклокоченный Весело Занеженный Человечный Едет Сексуально АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...